Вот когда находишься на качевке, невольно замечаешь какие-то особенности. Ну, например, вот 10-й год засушливый, все высохло, сушь, все сникло, цветы, посевы. Ну, откуда взялись вот эти цветы желтенькие, в прям непосредственной близости, где мы стоим на качевке. Смотрите, какая красота. Что за цветы, не знаю, но пчелы с них не до сбора не берут. Второй момент. Вот когда на базе находишься, там одна система работы. Когда на качевке совсем другая, каждому улью, сколько бы их ни было, уделяешь такое большое внимание, а, собственно, что делать на качевке, что каждая семья отрегулирована, ну, буквально, как музыкальный инструмент. И леточки, и рамочки, и расширение, и вентиляция, и водички, ну, все внимание уделяешь пчелам. И результат есть. Ну, вот это именно нужно музыкальная настройка каждой семьи. Ну, представьте, дают вам однокорпусные ульи, старые матки, без наличия медоносов, и говорят, ты мастер, давай вот сделай мед. Ну, не сделаешь. Нужны все компоненты, настройка всех семей, как на камертончик. Тогда будет результат. Кстати, насчет музыки. Некоторые пчеловоды, качуя, ну, отдыхают, где-то по рюмочке с приездом, где-то по рюмочке с отъездом, праздники, там, то да сего. Ну, у нас вот сложилась такая традиция, вот как мы выехали первый день, и как уехали последний. Мы ни грамма, никогда не употребляем спиртных напитков. Ну, во-первых, это не бесполеет, это небезопасно. Ну, во-вторых, вот так мы хорошо и серьезно относимся к пчелам, не позволяем. Ну, другой вопрос, а чем же вы тогда занимаетесь? Ну, чем? Пчелами занимаемся. Собираем травы, липу, иван-чай, другие растения, на рыбалку где-то тут немножечко покупаться, то да сего. Ну, а вечерами, вечерами, иногда, вот у нас есть гармонь, снимая пчеловодский костюм, тихий вечер, как там в песне поется, снова замерло все до рассвета, и гармонь где-то потихонечку. Я, конечно, не специалист большой, но, тем не менее, не знаю нот, я могу играть на многих инструментах, в том числе и вот на гармонии. Она у меня старенькая, я на ней много-то не играл, в армии служил, играть некогда, полеты, задания, командировки. Ну, так вот, с детства, и сейчас уже зрелый возраст, вот вспоминаю детство. Ну, как такового репертуара у меня нету, я просто, многие мелодии, многие песни, они мне как бы навеивают историю. Ну, вот я знаю, в Саратовской области я и служил, друзья у нас там есть. Как туда приедешь, где-то с гостями посидишь, рюмочку вторую, все саратовцы, давай песню споем. А называется она там так, огней так много золотых на улицах Саратова и так далее. Вот я одну из этих песен попробую сыграть. Следующий момент. Когда я езжу к маме, по пути у меня тетка живет в Самаре. К ней заезжаю, то ли туда, то ли от мамы, тоже стол за стол, маленький там выпивончик. Ну, и самарцы, они всегда, давай сыграй нам эту, ой, Самара-городок. И они ее поют, кто где живет, видим по регионам. Ну, вот эта мне песня, она навеивается, как вот посещение гостей у тетки, которая живет в Самаре. Ну, и так далее. Там, где я служил, вот под Саратом, особенно в последнее время, там у нас была компания небольшая. И как только немножко выпьют, рюмочку-две, там все говорят, давай так, виновата ли я, виновата. Там песню эту говорят. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, и проходя вот эту дорогу памяти, не пертуар, а дорогу памяти, сразу навеются другие песни. Вот там вот в одном регионе, где я бываю иногда в гостях, там любят песню «Однажды морем я плыла». Я ее не знал раньше, ну, там навевает, ну-ка сыграю. Вот «Однажды морем я плыла на пароходе», о-о-о, ну-ка, давай-давай, там погода чудная была. Ну, кто знает это, я говорю, хороший пинок, ну-ка, давай-давай еще, и легко сразу. Ну, кто песню знает, они сразу поняли, о чем тут. Следующий момент. Ну, бывает так, иногда что-то совпадает. Вот я однажды приехал к матери в гости, она там, смотрю, суетится, печка горит, ой, куром надо дать, дров надо занести, там за молоком надо сходить. Я смотрю, зашивается моя мать. Я говорю, мать, ну, давай я тебе что-нибудь там. Ну, как ты, что ты, куром, что ли? Нет. О, кстати, иди сходи за молоком. Иди, кот, бетончик, значит, инструктирует меня. Мне уже лет 40 было тогда. Она говорит, так же, может, так. Так, придешь, скажи, здравствуйте. Я говорю, понял. Там, скажи, вот, мама прислала с бетончиком деньги, там потом отдаст. Когда тебе нальют молочка, ты скажи спасибо. Когда будешь ходить, скажи до свидания. Ну, и меня невольно навеяло вот эта мысль, что мать, вот сколько мне уж, 40 лет, она все... Ну, я сын для нее, она меня так все инструктирует, как сына. Прихожу домой с молоком, и по радио Ярослав Евдокимов поет песню. Помните там, ах, мама, маменька, я уж не маленький. Ах, мама, маменька, мне много лет. Я ее послушал, беру гармонь, ну, и вот что получилось. Ах, мама, маменька, мне много лет. Ах, мама, маменька, мне много лет. Бывает так, что дед на какой-то гуляночке, там, кто говорит, слушай, сыграй вальс. А уж этих вальсов-то я уж лет 40 не видел, не слышал. Я говорю, ну, а что за вальс, как там он? Ну, вот там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ах, мама, маменька, мне много лет. Ах, мама, маменька, мне много лет. Ну и так далее, и вальс про он говорит, ой, ну вот это здорово так, я думаю, ну вот это нормально Ну а так сам я, люблю релические песни, лирика, про дом, про мать, про деревню, про поля Ну, например Ну и так далее Или такая там песня Вот так мы и кочуем